Вот это вот у меня получилось так. Самое смешное, что совпадение, ну уж сильно много. Вначале я, ой нет, это не я, я бы в жизни не нашел. Дело в том, что тут нет моей фотографии, вот кто-то мне прислал, мне обычно присылает этот самый Алексей Виноградов, но он как-то находит их и находит, он уже не одну сотню нашел, мои фотографии на чужих сайтах, заманивают прекрасными фотографиями, моими, моими. А здесь нет, а здесь кто-то мне вот это прислал. Я посмотрел, думаю, ага, ну понятно, что, во-первых, обман уже с этого начинается. Если это листик абрикоса, значит он дикарь, или листик маленький, или плод сильно огромный вырастет, или надуй его воздухом, вдруг он резиновый раскрасный, или еще как. Ну то же рисунок вы уже поняли, красивый рисунок, да. А как вырастить в средней полосе? Ну как? Оказывается, это можно даже в Подмосковье, но для этого надо же иметь фотографии в Подмосковье, вы согласны? Ну по саду походить-то, может быть видео, а может просто фотографии. Ну желательно, чтобы садовод, ведь это же выдающийся, это грамм 200, значит кто-то должен говорить автора, вот автор, я автор, а я говорю, а я не верю. И вот начинаем мы с вами разбираться. Фух, я обещал по одному, по одному хорошему примеру, по одному отрицательному примеру, но получилось чуть больше. Ладно, давайте смотреть, ну конечно яма метр на метр, вот абрикос в лесу сами себе, я имею ввиду природный абрикос, сами себе яму роют метр на метр, вот. Расстояние, ладно, самое интересное будет это. И уже начинается какое-то просветление. Нельзя заглублять корними в шейку. Вот. Лучше садить на холмики. Ну, когда я это прочитал, думаю, ну все, расплылся, наконец-то. Ну, во-первых, у меня бросились в глаза вот эта фотография. Я специально не вычинял, я не обратил на нее внимание. Я потом обратил, да ведь это же уродство. Во-первых, высоко. Во-вторых, все это развалится. В-третьих, это еще крона держится за то, что когда привали очень высоко и не сняли пленку, вот эту обмоточную. Ну, похоже, это изолента. Вот. А если бы сняли, дано бы упало бы. Это не деревья так ростят, это уроды ростят. Вот здесь, когда был дичок, или там, ну, подвойник, обязательно дичок, они все это подскубили, подскубили, сделали очень ранимые, очень изувеченные штампы. Дерево потеряло уже, морозостойкость. И еще и пленку эту не сняли. А потом вы снимете у себя и будете горько плакать. Но я не из-за этого, я очень вычислил. Давайте читайте. Это же как детектива. Деревья в абрикосы, начиная с однолетнего возраста, надо делать ежегодную обрезку, вырезать все большие слабые ветки. А, больные слабые. Вот. Кстати, как отличить слабую ветку от сильной? Только по длине. Для меня все слабые ветки, я такого термина не переношу, это ветки плодовые. Мы уже видели, да? Вырезать на кольцо все лишние побеги. Вот на нем бирка, она не написана лишний побег, да? Но они уже сказали, слабые. И укорачивать слишком длинные. Переводить рост на более горизонтальный, избавляясь от вертикальных. А абрикос имеет свойство расти вверх. Почему? Потому что крона является крышей и защитой и подземной всей живности, чтобы она развивалась. Чтобы не пропускать воду прямо под дерево, туда, внутрь проекции. И чтобы штамп был сухой. А если все вертикально отрезать, что остается? Даже не мозгов, ничего нет. А почему я говорю, потом прикол будет ниже. Обрезка делает плоды более крупными и лучше. Вот это правда. Только через сколько лет она помрет? Там же написано, что крупными и лучше все 30 лет. Ведь вы уже приговорили это дерево. Я имею в виду там же. Помните было упоминание о подмосковье? А? Помните? А это, извините, это зима такая, что цвили цветы. А было и 30, и 40. Это смерть стопроцентная. Главное заставляет дерево интенсивно расти. Изувечное дерево интенсивно расти. А вы же половину веток убрали. И уже надо восстановить. А эту, допустим, половину. Пусть не все. Ну то есть, судя по всему, вы предлагаете процентов 80. А бобрякос срезать. Ну хорошо 50. Ну помните, мы схемы проработали. Там обычно 50. Как оно будет расти, ему нужно вернуть на место. Вы же сделали дырки в кроне. Они зарастают. То есть, эти отрезали 1, 2, 3-летние ветки. Значит, 1, 2, 3 года вам нужно восстанавливать крону. Оно никак расти не может быстро. Загущение это еще не быстрый рост. И нужно вернуть количество этих самых листьев, которые являются там... Ой, опять все, наша песня хороша. Не хочу повторяться. Короче, восстанавливается. Какой же быстрый рост. И самостоятельно бороться с болезнями. Так вот, ребята, я официально заявляю. Хорошо бы тот Михаил Михайлович. Хорошо бы это стало бы, кто-то бы с моей помощью бы. Или самостоятельно. Или просто книги бы заставил бы всех студентов. Стоит им эти две книги прочитать? Все! Вот тогда действительно и можно доверить хотя бы дачный сад вырастить. Промышленно еще нельзя. А дачный уже можно. Ну, например, ректору дачи вырастить. Засчитали бы за производственную практику. Вот хотя бы так. Вот. При, при, этот, при вузовский участок, да. Хотя бы так. В идеале, уважаемый Михаил Михайлович, вы должны переделать обязаны всю систему образования так, что человек, который, студент, поступил на первый курс, ему дается 5-10 соток. И вот когда через 5 лет он сдаст это, а кто-то может раньше. И раньше диплом получит. И даже стимул будет. Вот я бы, например, за 3 года бы смог. Сергей Железов за 3 года бы смог. Вот. А самая ленивая, что через 5 лет приливим взрослоплощающий сад. 5 лет это для меня размер бани. А не то, что мы подумали, там, полтора чайских роста. Потому что мы зряемся продавать 5-летние. И вот получается, что вот это, да, должно быть и у нас образование. И тогда мы уже знали, если к дереву не подошел и болезни нет. Или минимум. Но так, как вы написали изувечить, как оно будет самостоятельно бороться с болезнями. Вы же его изувечили. Вот здесь все, синее. Все на кольцо. Каждая рана уменьшения мороза. Каждая рана уменьшения. Каждая рана обеспечения ткани. Ну. И вот. А еще не самое интересное впереди. Вот. Смотрим дальше. Кроме опрыскивания и ухода за абрикосом, это все, это супер, этот сайт. Важно следить за корой. Кстати, супер. Пораженные тротуариком деревья часто поражаются короедом. Запоминайте. Короед, он сидит под корой. Вот. Если дерево здоровое, его там в жизни не будет. А вот если дерево изувечено, помните вот эти самые, как здесь пишут, пораженные тротуариком деревья. Вначале искалечили, потом тротуарик, потом короед. Он свою долю должен сажать. Читаем дальше. А зачищать выеденное короедом проплешины довольно трудно. Смола коксуется. Так вот, смола коксуется, это значит, что смола, это та самая живица. От слова жизнь. Что нам продают смолу, которую называют живица, так, что даже делают эти, как их, специально, как их называют, как же их называют, ну, в флаконах там специально, опять же, живица, вот, мол, искалечие дерево, потом замазайте. Помните? Я сколько мордой их тыкал. Искалечие, потом, так и тут. Коксуется, потому что искалеченное дерево, нельзя эту самую живицу, народное название, или там, допустим, ну, мне оно больше нравится. Вот. Приходится отлуплять ее, подбивая стамеску киянкой. И вот, наконец, мы все, друзья, нас сделали столерами или плотниками. Помните выражение знаменитое? Это даже как вот, что, как там кончается фраза? Это что столерсу против плотника. То есть, оказывается, это разные профессии. Видимо, одна посложнее, а другая попроще. И мы все должны стать, что они порчегары, мы не плотники. Хрен вам. Плотники мы. Чтобы у вас была стамеска. Киянка, чтобы была. Вы же дерево завещали, теперь будете эту живицу, будете отлуплять. Подбивая стамеску киянкой. Вот это идиотизм, это открыли. Я раньше такого не знал с сайта. Вот это, понабрали все это дерьма. Вот. И то, что я, а потом я скажу самое главное. Так вот, мнение, это они же, супер садовник. За побелка, а, мнение за. Побелка защищает деревья от солнечных ожогов. И мы разобоим. Ну, естественно, если кора нетронутая. А нахрена я тебе, блин, когда уже рану сделали страшную? А? Ну, теперь-то что, мертвого припаркает? Ну, я понимаю, что когда хоронят человека, ему немножко, там, припудрят, там, это самое. Женщине могут в брови подвести. И, там, ну, как-то предать. Все-таки, более-менее живой вид. Ну, здесь-то чего ради-то? Вы же, наоборот, гробите дерево. Мало того, что изувечили. Дурная работа. Так вы еще и гробите его побелкой. А вы знаете, что побелка, это? Хоть бы один на всей планете написал о вреде побелки. В каком смысле вреде? Вы тут видите, вывод. Белить надо. Вот, белить надо. А вы знаете, что дерево, особенно в серых широтах, даже зимой должно хоть сколько-то тепла получить, ведь ему предстоит или выжить и подоносить, или подмерзнуть, или замерзнуть. От чего это зависит? В том числе, от количества тепла, потребляемого корой. Это один из моих сотни послалов. От количества тепла, потребляемого корой. Темной корой. Темной корой. От солнца. А вы что сделали? Вы побелили, вы на луче отскакиваете. Вы сегодня с Тимошкой ходили. Он идет на коньках. Я иду рядом по снегу, снег не тает. А дорожка резиновая, специально для конькобеса сделана. Ну, чтобы на коньках доходить от раздевалки до площадки. До ледовой площадки. А он идет, а на ней лужа стоит. Я ему на полном силе заговорил. Дело в том, Тимоша, я сегодня буду проводить вебинар. И я им скажу, именно вот этот пример приведу. Почему? Потому что темная поверхность притягивает тепло. И она нагревается. На улице минус пять, минус восемь. Она именно черная такая глянцевая резина. А она, на ней лужа стоит. А он меня еще спросил, почему лужа? Из-за вас же. И на льду мы катались, не было никаких луж. Вот эта элементарная вещь, которая должна быть еще со школы, с института. Михаил Михайлович. Как ваша фамилия сейчас? Котюков специально записал. Михаил Михайлович Котюков. Лучше бы со школы это знать, но хотя бы с института-то. Вся страна белит. Это миллиарды уходят. Это тупая, дурная работа, никому не нужная. И белит. Ну да ладно, ну дикоросы-то какого хрена белить-то? Многие считают для красоты. Дерево темно-коричневого, темная окраска. Ему что, ваша красота нужна? Чтобы оно не могло впитывать тепло? Ну это-то объяснить-то можно в конце концов. А, Михаил Михайлович? Нет, для вас, если я начну вот так говорить, только для вас. Мне нужно примерно 40 часов. А 40 часов это сколько там? Ну, короче, нужно это, приглашайте какой-то, это самое, лучше всего, темирязевку. Которую я ненавижу, потому что они придумали 10 видов веток, которые надо уничтожить. Это на темирязевом сайте. Когда, ну, дерево нет, ни одного листика, ни одного побега, ни одной почки лишней. А тут схема и всё. Где? Темирязевская, они как в детство впали, и всё, как в 19 веке кто-то научил. Ни одного, это, ни одного мозги не спрашивают. А зачем? А нахрена вот это вот теперь перешло от науки вот сюда? Ну, сейчас-то, Михаил Михайлович, мы с вами за это не отвечаем. Я металлург, вы тоже какую-то профессию имели. Это, наверняка, не вы вот эти вот самые писали статьи, из которых перекочевало. Вот. Ведь это же, как это могло случиться? Я вообще дурею. Вот смотрите. Где она, эта дама? Наша. Вот. Которая с этим. Вот из-за которой я вот это вот. Вот она, да? Ведь она как получилась? Одна моя знакомая создала небольшую группу. Сегодня небольшая. Таких групп тысячи. И копируют ссылки. Вот. Но она-то не понимает. Она этого не понимает, что всё, что практически, и если я один воюю только на всю страну, против меня их уже тысячи, десятки тысяч. Она же не понимает, что творит. Сколько, как же? Он 170 тысяч научил. Этот. Та, это, по политике нам, миллион двести тысяч. И дальше продолжает учить. Уничтожать деревья. Сейчас найдём что-нибудь поспокойнее. Сейчас найдём. Сделаем небольшой перерыв. Дальше, по-моему... Не-не-не, чуть-чуть закончим. Вот. Смотрите, что получается. С побелкой разобрались. О том, что деревья белить нельзя, надеюсь, уже поняли. Если я в жизни ни одного не белил, не имею права на это говорить. Был бы мёртвый сад, я бы заткнулся бы. Ещё пошёл бы грехи отмаливать, что я людям голову морочил. Ну, куда живее-то? Ветка-то живая. И я вот подумал. Вот они взяли, да? Дерево вот так больное. Видите эти? То, с чем мы, это самое... Предлагают бороться. Не вздумайте, кстати, вот эти пятна. Не трожьте они ваше это дело. Дерево защитилось. Смотрите дальше. Они отрезали ветку. Живую. Вот. Вот эта подлость-то в чём и заключается. Помните, эта оживица. Споря искалечиваем, а потом купить её на оживицу. А если не калечить, оживицу не купят. Значит, надо было брать, надо было провокацию устраивать, доказывая, что надо белить. А. Летом. Б. Осенью. В. Поздней осенью. Г. Зимой. И каждый раз купите оживицу. И это с участием популярнейших журналов, который давно предал нас. И вот смотрите. Мнение садового вара помогает заживать быстрее. Ага, думаю я. Сейчас они нам будут садового вара рекомендовать. И не ошибся. А дело в том, что я сто процентов уверен, что это Украина. У. А. А. Украинская академия наук. Так? Нет? У. Скорее всего, У. Не уранская, наверное. Наверное, украинская. А дело о чем. Смотрите. Начинают они. Я сейчас покажу. Ради чего они учат нас убивать деревья. Что вот этот человек. Ну как же. Если человеку не отрезать пальцы. Попробуй продай бинт. И убедят. Знаете, мне вот это тоже застряло. Я люблю передачу «Городок». Да? Вот. И там я их уже фамилии-то начал забывать. О, память-то. Еще утром одну помнил звук. Стоянов. И второй товарищ. Тот лежит. Подходит врач-хирург. А у него уже нога отрезана. По-моему, даже не ту, которую хотели. Может, ошиблись здоровые отрезали. А может, правильно отрезали одну ногу. И пока врач стоял, там с ним беседовал. Обратил внимание, что стоит ботинок. Он его взял, в руках подержал, повертел. Ботиночек новенький. И вот, спрашиваю сестры. А вот. А что, второго нет? А зачем ему второй? Вы уж ногу-то отрезали. Врач еще подержал ботинок. Как задумался. А потом говорили. Так. Готовьте больного к операции. И вот так, чтобы отрезать ногу человеку. Ну, вы уж, может, не все поняли. Чтобы оба ботинка достались к хирургу. Если вторую ногу отрезать, то ботинок тоже не нужен. Так вот, они подлость, подлость это и придумали. Для меня это как открытая книга. Смотрите. Садовая замазка. Благосад. Киев. Ну да, я угадал. Значит, все-таки это сайт. Киев, то есть украинский. Теперь Австрия. Непонятно, что. Украина. Опять Москва. Минск. Польша. Костромск. Это опять Россия. Значит. Украина. Украина. Минск. Украина. Белоруссия. Россия. Украина. Украина. И вот, вы знаете, что такое сто процентов? Сто процентов больше никогда ничего не бывает. На школе учили. Ну, бывает там инфляция больше ста процентов. А так-то, в принципе, нет. Как они умудрились, вот, эффективность садового вара. Садового вара должен что сделать? За плечи, да? И вот они берут вот столько деревьев, хотя бы два десятка, отрезают, замазывают всякими варами. Вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. И каким-то странным методикам, которые у меня расселили, не догадаюсь, они определяют, что эффективность 150. 151,1%. Как определили? А тут рядом 120. Ну, короче, вы уже поняли, какой надо пух. Хотя для меня сто процентов это предел, и те, что невозможно определить, это значит, что это, рана зажила, но она не заживет никогда. Вы согласны? Вот. То есть сама методика непонятная. Значит, кто-то брал, смотрел потолок и писал 151,1. Ну, все на дураков, на дураков, на дураков. А вот, которая сто процентов. А вот меньше ста. Вот. И получается, для того, чтобы содрать за рекламу, вот с этих вот производителей, надо что сделать? Чтобы ботинки, надо отрезать ногу, чтобы ботинки, а здесь надо, чтобы люди, а ведь они же не просто так, это чтобы люди покупали, а чтобы покупали, их надо убедить калечить деревья. Вот. А потом, когда я взял, набрал, знаете, как я набрал? Светение, вишни, фото. Ну, господи, какую страну мы потеряли? Мы потеряли все этот самый, вишневый сад Чехова. Ой, что мы натворили? А, Михаил Михайлович, так вышло, что я к вам снова обращаюсь. Я с Украиной родом. Господи, подъезжаю из деревни. Нету деревни вообще. Белое облако. Огромное белое облако, где нету ничего, кроме него, не видно. Вот, что такое было, светение вишни. А сейчас, украинцы говорят, мы разучились в деревьях, врачи, вот, показали херсонцев. Вот. Он учит очередную партию дураков. Кстати, еще раз обращаюсь к Михаилу Михайловичу. Надеюсь, что еще до сих пор не действует, как мы были студенты, да? Вот. Сейчас, вот эту, посмотрев 68 моих вебинаров, еще бы хорошо десяток платных отдельно сделали вебинаров. Ну, чисто профессиональных. Мы с Антоном Валерьевичем Сафроновым. Вот. Но это отдельно, и цена отдельно. Это для тех, кто хочет стать профессионалами, а не просто медальщик сад. Если все это преподавать в институте, вот представьте себе, неужели там до сих пор в институтах преподаватель стоит, что-то бубнит. Вот. У каждого в руках телефон. Кто играет в игры. Вот. Кто-то это, кто-то на задних партах. Еще чем-то развлекается. Вот интересно, какая сейчас обстановка. И нужно ли все это? Я бы сократил бы миллиарды и отправил бы их в медицине, пока люди оздоравливают. Но это надо и там, совсем другие люди, чтобы пришли. А пока такая обстановка. Надо, чтобы сэкономленные деньги. Просто вот человек хочет быть этим агрономом. Вот. Дома подготовился, а его ждет приемная комиссия. Вот. И все. Ответил. Теоретическая часть готова. На какой черт ходить в эту технику выбить? Институт или университет или в академию. Ну, это так, к слову. Время меняется. А там, скорее, что-то переменилось. Так. Вот это дерево. С утра было абрикос. Значит, я... Удачный снимок. Проходят годы. Ему уже лет два... На тот момент съемки лет 25-28. Это мой абрикос, там мой забор. Ну, такой есть. Тут много чего можно сказать. Ах, какой безобразный прошивый штамп, да? Представляете, это все эти феи, которые на самом-то деле стоят ведьмами. Учитывая вред, который они приносят стране. Вот. Они бы, конечно, все обчистили только так. Ран бы понаделали. И может, уже его не было бы в живых. Представляете, вот веточка, да? Ну, кому-то, бесит вверх ногами. Ой! Срочно! Ой! Это сейчас тот, кто видит, из тех, кто... Если кто-то случайно заглянет сюда, из тех, кто учит ветки растущие вниз уничтожать. Я бы, когда давление бы подскочило. Как? Железовый идиот! До сих пор не убрал ее. Ну, ладно, это просто случайно сейчас я сам заметил. Я из-за этого трещины. Вот. Кора дубеет, проходит годы, и она трескается. Это, естественно, процесс. Делать это заранее, делая бороздование, это величайшая глупость. Все равно не угадаешь, где треснет. Вот. Только ран понаделаешь. Больше нам делать нечего. Пройдет время, и она станет такой же жесткой, как вот эта. На какой-то момент дерево может ослабеть. Моростойкость может. Потому что, видите, это как... Ее еще надо зарастить. Это естественно. Замазывать не то, что бесполезно. Нельзя! Под ней начнется гниение. Тот, кто их замазывает, еще отлупляет. Или как? Помните? Стамеска, отлупление. Киянка. Столя рыб... Так вот, значит, еще хуже будет. Не трогать. Вот это я хотел сказать. Пройдет время, и она зарастет за подлицо. Вот. Другое дело. Сейчас я вам покажу. Это, чтобы направить... Помните, Елизаров, умница, все-таки под конец жизни сделали академиком. Вот. За его изобретения. У нас таких мало было. Так, Вичурин, Королев с ракетами. Интересно, заставляли их делать эти никому не нужные диссертации. Гора бумаг. Или никому. Или не заставляли. И вот он стал академиком. А я его пример привел для чего. Есть такое понятие, костная ткань. Вот когда люди ломали ноги, целиком отламываются. Целиком. Их приставляли вместе. И они срастали. И он заметил, что костная ткань, костная ткань начинает разрастаться. Тогда он придумал аппарат, который не давал срастись. Трещина заполнялась костной тканью. Он снова раздвигал кости. Снова дошло до того, что люди становились на ноги. Конечно, заменить она не могла полностью. Наверное, всю жизнь надо было хромать. После одной, всю жизнь надо было беречься. Снова упасть. Второй раз сломать, наверное, было ноги. Если упадешь. Гораздо легче, чем первый раз. Все правильно. А вот у деревьев я тоже ввожу такое понятие, костная ткань. То есть здесь ее вот с помощью аппарата она нужна. Это необходимость. Это ее использование. Очень ценное приобретение для человека и человечества. А вот это вот костная ткань как бы у животных. Вот. Они возникают так. Делается дурацко. Видите? Все коатор. Это реклама на это. Вот. Учитывая, что люди настолько прекрасные плотники, монтажники, высотники, токари, пекари и прочие летчики, жертолетчики, кондитеры и так далее, учителя, милиционеры, все они как садоводы, для них представляют только себя кошелек с деньгами. Почему? Для рекламы они выбирают, они все-таки, вот такой дебильнейший пример. То есть присобачили к, кстати сказать, сразу скажу, что эта ветка плодовая. Никогда она не станет, вот если вот эту отрезать, это учеба же, вот эту отрезать, да? Она немного разовьется, но долго не прослужит. Вот еще не даст. Гнойник этот. Они сделали такой гнойник и показали нам крупным планом. Ура! Секатор идеальный. Посмотрите, какой прекрасный он сделал этот. И вот они рекламируют, секаторы, выбирают настолько ублюдочные примеры антирекламы. Я просто диву даю, да? Вот это, то что здесь, это калус. Есть такой термин, уже, если костная ткань, это про нас, а для нас это те же кости, вот эта кость, вот она, вот. А это костная ткань, калус. Она никогда не заменит собой кору. Когда мы делаем нормальные прививки, помните, там даже следов не остается. Там практически негде морозу разгуляться. То есть сращение полное настолько, что исчезает сам след прививки. А здесь нам показали, во-первых, у меня же вопросы вы задаете, а как вы относитесь, давно ли вопрос был по секатору? Пару недель назад, вспоминайте. Я говорил, проклинал, секатор, он мнет ткань. И идеально прилегал. И вот это нам показали как пример. А я использую как другой пример. Что такое калус? Вроде срослось, видите, даже веточка пошла. Ну, подумаешь, торец забыли заклеить, замазать. Это для них нормально. Вот, хотя ближайший мороз, он убьет эту ветку, он сюда войдет и ветки не будет. Но их это не касается. Они считают, что мы все дураки. Что мы не понимаем, что это ублюдочное сращение. Я его называю смертельным, каким угодно. Вот. Нас держат за дебилов. Во-первых, продавая нам секаторы. А их берут, я знаю. Вот. Только потом мне задают вопрос. А потом мне задают, куда его девать. И вот это понятие, да? Вот оно. А вот это вот естественное. Она ничего не боится. И бороться с ней не надо, и замазывать не надо. Вот еще одну тему проработали с вами. И еще немножко, чтобы совсем с этой темой закончить. Смотрите. Это тот самый мой патриарх. Он пережил страшные годы. Ветка рухнула. А я был дурак и сделал обрезку на кольцо. Не скрываю. Был. Я же не дурак, что я сейчас дурак. Был. Росло дерево, росла рана. Оно пыталось залечиться, но бесполезно. Оно ослабло. Внутри много мертвевичины. А когда много мертвевичины, оно слабеет. Там вверху уже много сухих веток. И может, помню, 35 лет. На нем должна быть табличка. Что если железо распилили, то его лучше, в случае, в тюрьму. Вот. Почему? Потому что это развитие, это Сибирь. Такие вещи крайне редкие. Ту-су-скобел, который изучил с десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч деревьев, сказал, что оно одно такое. Больше таких хамбирских халл. Вот так вот. И вот это дерево, которое колечиво-колечиво, благодаря посту, оно своему личному мужеству, своему невероятной. Помните мой термин? Запас прочности. Что оно-то все больше живо. Но там половина веток вышла на сухих. Тогда до них не дотянуться. Надо отрывышку, чтобы спилировать. Но я перед ним не сыграюсь. Для меня они не мешают. Я показываю этот снимок, это просто попутно. А показываю, показать. Это, здесь идет такое понижение. Ну, назовем это спуск, кат, градусов 5-10. Оно выжило, благодаря тому, что я его не закапывал глубоко. То есть я не закапал корневую шейку. Раз. Оно никогда не гнило. Здесь всегда вокруг него почти сухо. В этом году уже было где-то по 30 снега. Это редко бывает. Я фотографию делал неделю назад. Это редко бывает. Вот здесь, если посмотреть, ну, да, где-то сантиметр 30 уже есть. И сейчас согласитесь, с чем приводит спуск? Это солнечная сторона. Это юго-запад. Видите, снега меньше. Согласны? Раз. Вот. Дерево, оно, если бы вы видели это, вы видели, оно себе организовало холмы. И вот здесь вот снега меньше, чем в 2-3 метрах. Оно самое, я тогда делал на склоне, но холма не делал. Выжило и без холма. Здесь до воды. Сухие в нас места, в принципе. В отдельные годы, мокрые, а так сухие. И мы смотрим с другой стороны. Внимание. Оно же. Северной стороны снега больше. Он не таял. А для чего мы здесь? Вот они. Вот он. Мох, который я должен был уничтожить. А я, если бы я сказал, вы сошли все с ума. Его не то, что уничтожать нельзя. Молитесь на него. Он не только нужен, чтобы сказать, где север. То, что в школе проходит. Не только поэтому. Чтобы показать вам. Запомните, забудьте здесь. И вы видите, что где мог там север. Это нормальное явление. В лесу не бывает больных деревьев до поры до времени. А потом их быстренько съедают. Вот. И сейчас вы представляете. Он ажи как? Он ажи борется с этими. С мхами. Нет, с этим. С опятами. Помните, я проклинал этих самых. Ученых дурю маятся. Знаете, есть такая премия Нобелевская. А я бы им, если они представят отчет. Могут чего-то добиться. Какое-то количество. Опять уничтожить. Я бы им же Нобелевскую премию вручил. Сам бы лично. Заплатил бы за то право, чтобы подойти в морду. Эту премию в морду ему. А теперь представим себя. Что берут этих лесников. Да? Дают им баночки. А в баночках раствор. Говорят, мойте! А это уже мхом покрылся. А вот вам щетка по металлу. Караул, лес дикий. Мхом покрыт. И давай дарать. Представляете? А что это добровольцу комсомольцу кинуть на помощь этих так называемых этих. Чтобы давайте это. У нас много их таких сейчас. Только, по-моему, на бумаге. Вот. Давайте, помогайте лесникам. Сдирайте мох, деревь. Не знают, что мхом покрываться нельзя. Вот в этой дури выживем Михаил Михайлович. Так, как ваша фамилия. Еще раз. Коти. Котюков. Михаил Михайлович. Это все для вас. Это маленькая одна десятая сотая процента того, что я хотел вам сказать. Так. Про моровец в другой раз поговорим. Уже. Вот. Вот так вот мы сделаем сейчас. Мне нужно вам сказать самое главное. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...